Первого Снежня в 30-й раз будет начаться Сусветный день борьбы со СНИДом. В Гомельской области до его запланованных шерах мероприемств. Одно из них отбилось сегодня. В областном Центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья прошла пресс-конференция, посвященная проблемам профилактики ВИЧ. Про эти темы в следующем сюжете. По огученной информации, за 10 месяцев года в Гомельской области выявлено 675 новых выпадков захворения. Это амаль на 20% больше, чем год тому. Передумова по величине больше охоп насельництва доследованиями на ВИЧ. Все лета про свой статус доведались больше за 370 тысяч жихоров региона. Зараз в области проживая свыше 7 880 человек с позитивным ВИЧ-статусом. Адметно, что в опошние годы изменился шлях передачи вируса. Зараз амаль зауседы, половы, а так само социальный портрет инфицированного. Средненный портрет сегодня ВИЧ-позитивного. Это, будем говорить так, не из группы риска. Это человек работающий, то есть небезработный. Человек семейный. Вот что даже в этом плане немножко обидно. И возраст 40 лет и старше. То есть вполне достаточно обеспеченные, уверенные в себе люди, которые иногда совершают некоторые оплошности, приводящие к инфицированию ВИЧ. Висти полновартосное здоровое житю ВИЧ инфицированным допомогает антиретровирусная терапия. Она доступна усим. Галуны отзначают медики жаданне. На особливом контроле тяжарные женщины с остановчим статусом. Лечение дозволяя им нарожать здоровых детей в 100% выпадков. В уголе леки у регионе зараз отрымливают больше, как 5000 человек. Конечно, это не та цифра, которая доведена Министерством здравоохранения. Я вам говорила, да, 7339. Вы знаете, все социально адаптированные слои населения до нас дошли. Слава Богу, и как бы мы вызываем и работаем с ними. Но остается неадаптированная прослойка населения, недостигаемая. Это пациенты, которые находятся в Российской Федерации. Это группа пациентов, которые находятся в местах лишения свободы. Нарочи, доведаться про свой вич-статус просто экспресс-тест можно набыть у аптеции.